И вы на канале 28 Максимов. И у меня опять видео. Кто знал, кто помнит, что я в прошлом видео рассказал, что такое Трикоспан. Ну а сегодня я расскажу про разные валюты и как их удобно зарабатывать. И еще про два способа, но которые не читерские. То есть это как бы официальное все. И там можно получить на одном из них 2000 алмазов, а во втором 75 монет и 50 алмазов. Я уже начинаю переходить к главному, так что смотрите. Удачного просмотра. Ладно, начнем. Я хотел начать с того способа, на котором можно просто так наполучить 75 монет и 50 алмазов. Заходите в настройки, выбирайте язык португальский сначала и заходите на почту. Там вам должно кое-что прийти. Сейчас подождем. Можно пока вот. О! Я не могу прочитать. Вандалиус. Ладно, чего-то нет. Тогда мы попробуем еще один вариант. Попробуем английский. И на английском у меня точно вот было. Точно было. Вот. Во-первых, вот это оно пришло. И во-вторых, еще... И это я, наверное, забрал. Ну, поэтому оно не говорит. Ну, в общем, на английском там вам должен быть какой-то там блогер. И типа, если вы подпишетесь, то вам плюс 75 монет, но вы можете просто зайти на YouTube, на его канал, там есть ссылка, и выйти. И вам нужно 75 монет. А на втором на португальском. На португальском. Вот тут еще испанский. На испанском там вот просто какое-то видео. Вам нужно показать. Ну, это уже все нарел, но мы уже, наверное, за это не показываем. Ну, там, ну, в общем, видео. И вы, например, заходите на OneJune. А на португальском там какая-то игра. И... И вы заходите либо в App Store, либо в Google Play, и просто неодельно скачивать, и... Просто заходите, выходите, заходите обратно сюда, и вам плюс 50 алмаз. Способ у меня работал, я не знаю. И второй способ, это же вот эти алмазы. Я... Я, ну, вообще, я не знаю, чтобы им кто-то вообще не пользовался. Вот, next, next. Вон, все, оно видно так не очень, но не так видно. Тут, ну, в общем, всякие алмазы, вот, 2000, тут нужно что-то сделать. Я этой штукой, но вообще не пользуюсь. Ну, процент. Особо не пользуюсь, точнее, и не заниматься. Но, бесплатная валюта, это полезная вещь. Я в прошлом видео, я уже сказал, что за 14 дней полная реклама, наверное, будет 420 алмазов, но сколько на монет, я не читал, но поэтому я сейчас посмотрю одну рекламу, и... Ну, вы, 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 вы там... Ну, сами там... Ну, в общем, ладно. Ну, и вот, теперь я получил 20 алмазов. Я уже снимаю на другой день. Эм, да. Я, кстати, не так. Эм, вы могли заметить по фургончику торговца или по, ну, ну, декору. Это вот такие вот, эм, здесь зеленая руда, типа изумруды. Ну, ну, ладно. Я сейчас объясню еще какие-то способы получения на валюты, ну, типа, где ложу все опыт, где ключи, и покажу новую лотерею. Да, она вот есть, сейчас я в нее зайду. Лотерея исполнения желаний, эм, я, как бы, особо никогда их не показывал. Ну, вот, лопата улетит ум, это все же интереснее. Но, почему я показываю эту лотерею? Тут, да, тут очень много всяких главных вещей. Ну, а есть одна вещь лучше, чем все остальные. Ну, да. Я двести на пятьдесят ключей набрать не успею, но я бы тут вот этим мог обучить автомат. Лазерный лук, ну, который очень классный. Машину, еще заставить лагеринтовку. Ну, и самое главное, это. Есть такая, кстати, и в галерее вы его не сможете поменять. Да, это специально сделано. Чтоб, ультилма, не слишком много, правда, он не надоедает. Ладно, теперь я расскажу, где лучше всего получать, какие валюты и для чего какие валюты нужны. Ну, нужно, чтобы покупать пушки у торговцев и что-то улучшать. Это, может быть, броня, машина или тоже оружие. Монеты нужны для того, чтобы покупать оружие или тоже можно улучшать. Но, в основном, монеты для покупки, а улучшают они на слабую силу. Сейчас я вот найду, смотрите, вот там плюс 14, а за алмазы на 185. Ну, в общем, но монеты обычно используют для покупки пушек. Ну, а еще и монеты тоже нужны в торговцах. Ладно, для чего нужны эти вот кубки и можно еще назвать трофеи? Они нужны, чтобы участвовать в турнирах и повышать деньги и так вот уходить. И есть еще магазин, где есть такие, можно сказать, золотые купоны и зеленые. Это все нужны другие линии, которых у меня нет, потому что они в турнире сделали достаточно скучные и такие плохие они стали. Ну, поэтому так. Ладно, а теперь я объясню. Для чего нужны флажки? Мой ответ такой. Чтоб тебя не выгнали из клана. И во-вторых, чтоб ты мог напасть кланом в топ. А еще сервером нужно для покупки сундуков клановых. И еще монеты Элмала нужны на черном рынке, на котором можно купить всякие полезные вещи. Кстати, я попробую обновить его сейчас. Он давал эту мазу 40 монет. Серебря у меня нет достаточно. Ну вот и я хотел бы повысить его. Нужен на форт восьмой уровень. Ладно. Перейдем к пить липа. Вы, наверное, замечали эти вот купоны. Ну, конечно, каждый их замечал. Но есть тут еще один секретный магазин, который, возможно, многие не знали. Вот, нажимаете сюда и появляется все вот это. Все вот это. Но только я не очень не понимаю, как зарабатывать вот такие штучки и кредиты. А короны дают за задания и из них можно его проходить. Также еще есть опыт. Это тоже можно назвать новолюба. Для людей не на 65 он нужен, чтобы проходить уровень. А на 65, чтобы открывать сундук ветеранов, в котором очень такие сильные оружие, скины и есть одно граффити еще. Еще встречается на монеты и серебро. Ну и вид. Ну и купоны тоже. Ладно. Есть еще, на самом деле, очень много видов валют, про которые я сейчас еще расскажу. Ну, их еще не очень много осталось. На валюту свободного режима еще есть. У меня вот там вот сверху, где арсенал и где карта, у меня их 600. Хотя, что тут вообще происходит. Нам попробуем поставить такую штучку. Видишь? Видишь? Какая такая карта. Выходим. Да. И, конечно, если еще о лотерее, то про ключи я обязан сказать. И еще вот тут я вот недавно набила эту кнопку. Это видео. Такие сезонные. И вот я вам тут покажу чуть-чуть. И вот еще там сверху что-то написано. Кто-то любит получать подарки, а кто-то убирать их у других. Обычно. Секунду, у меня там что-то плавно. А, ничего такого. Ладно. Теперь я расскажу, где лучше всего, что получать. В каких режимах. Из обычных жилых военных команды можно так отличненько. Ну, на среднем она получает ключи при победе, опыт и монеты. Ну, это правда мало. Против всех уже побольше опыта. А в захвате точек, на самом деле, достаточно много монет. Прямо как-то так. Дуэль нужен, чтобы получать на сундуки или же ключи. Это как бой на команду. Тут ключи вроде бы не дают. Но, тут, ну, как бы, ну, дают обычно на пятнадцать опыта и пять где-то на монет. Битая от отряда тоже хороша для опыта. В мини-игры же, к примеру, вот это, это. Это опасные игры на выживание. И вот, и вот особенно снайперский турнир и разрушение. Ну и гонки. В них очень легко, ну, достаточно, на получать опыт. Особенно в гонках. Ну, если вы, ну, хорошо умеете в эти игры играть. В корневской битве отлично, ну, получается, опыт. В компании, если вам надо зарабатывать, то не идите туда вообще. Там она просто, если нет интернета, то там, да. Хорошо так, ну, можно поиграть. В свободном режиме пиксель в акции. А во временных режимах тут, ну, как бы, ну, дают, ну, то же самое, что и в боеком. Но особо, ну, как бы, в них, если ты играешь, то ты играешь обычно, ну, это у меня так и у многих других людей. Ты просто играешь, ну, да удалось. В рейдах, конечно же, опыты и монеты. Их дают очень много тут. Если ты еще и на первом месте, но и второй. Ну, в турнире это все кубки. Ну, и на этом видео я заканчиваю. У меня наклоны отрятся, поэтому всем пока! Желаю удачи!